Школа – начало пути в самостоятельную жизнь. Постепенно формируются наши взгляды, приоритеты, круг общения, интересы. Наверное, лишь одно остаётся в её стенах неизменным – парта. Это не просто предмет школьной мебели, это некий символ школьной жизни. За ней мы начинали учиться в советские времена, за ней сидят наши дети сегодня. Но меняются технологии, постепенно школьная доска уходит в прошлое, изменяется наш подход к обучению, отношение общества к образованию. Мы постоянно в поиске новых путей и эффективных способов формирования личности. Недавно в столице прошёл Московский международный салон образования. В этом году его тема звучала так – новая экосистема образования. Об итогах работы салона и инновационных методах в образовательной системе мы поговорим с Максимом Осовским, куратором кластера высшее образование в рамках Московского международного салона образования. Здравствуйте, Максим. Какая интересная у вас тема – новая экосистема образования. Участники салона разобрались. Что это такое? Вы знаете, экосистема, мы подразумевали, что человек учится всю жизнь. То есть всё время находится в системе, в которой не только школа, университет, детский сад, но и предприятия, которые потом берут на работу выпускников. Или, например, предприятия, которые создают эти выпускники, выпускаясь из университетов. То есть фактически в систему образования входит всё вокруг человека, который вырастает, по сути дела, внутри общества. Максим, а я думал, что год экологии внёс свои коррективы, и поэтому такое название у салона. Мы ничего против экологии не имеем, но считаем, что, конечно, экология очень важна. Особенно в год экологии. Да, и особенно в год экологии, потому что вокруг человека не только общество, но и вся живая среда, и природа, и космос. И система образования, конечно, тоже должна настраивать и на такое мягкое, плодотворное, на любовь к живым системам и так далее. А какую функцию несёт сам вот этот московский международный салон образования? Это дискуссионная площадка или, может быть, даже испытательный полигон? Вы знаете, мы считали, что там должна пройти такая большая стратегическая сессия. То есть рефлексия всей системы образования. Ведь когда мы говорим о системе, это значит, туда приходят как раз представители вузов, школ, родители, сами школьники, студенты, люди из предприятий, директора предприятий, представители органов государственной власти, местного самоправления. То есть это огромная система, которую мы можем собрать в одном месте. Собственно, какие могут быть между ними дискуссии? Мы просто убираем время, которое они тратят на работу, убираем телефоны и перегородки, которые им мешают разговаривать друг с другом. И там происходят встречи студентов с потенциальными работодателями. У них не всегда есть время для честного, открытого разговора друг с другом, чтобы вот так вот встретиться и поговорить глаза в глаза. На салоне это всегда возможно. Они могут встретиться не просто на площадке деловой программы, но и где-то в кафе или просто лицом к лицу и обсудить те вопросы, на которые просто в течение года не хватает времени. А что стало главным или основным событием в рамках салона 2017? Ну, я бы хотел сказать, что салон это в первую очередь тысяча сессий, которые на нем проходят. Да, и выделить главное сложно. Сейчас это несколько тысяч квадратных метров. В этом году на салон пришли порядка 70 тысяч человек. Я думаю, главное событие это то, что салон проходит, что он проходит именно в такой форме, что мы создаем в это время на ВДНХ целый город. Ну, представляете, да? Да, конечно. То есть есть же города по 50 тысяч человек, по 70 тысяч человек и даже по 20 тысяч человек. Да, я действительно понимаю, что главное выделить сложно, но позвольте я с вами подискутирую. Сегодня в последнее время в обществе очень много говорится об инновационном подходе в системе образования. Наверняка это было все-таки основной темой, потому что за этим будущее. Как участники салона видели будущее в самой системе с таким подходом? Вы знаете, ну вот само слово инновационное, оно несет сейчас оттенок какого-то обмана. Да, вот мы его чем-то заменяем, но какие-то другие важные слова. Поэтому надо с этим как-то разобраться. Да, давайте попробуем это сделать в рамках нашей с вами дискуссии. Между нами, да? Что это такое? Я бы считал, что инновационным в промышленности является сейчас то, что позволяет предприятию делать выручку на одного сотрудника от 100 тысяч долларов. Или, если хотите, в рублях мы можем пересчитать, вот эквивалентную сумму в рублях. Таких предприятий сейчас в Российской Федерации единицы. А тем не менее в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки мы видим этот рост. То есть он многократный рост производительности. Вот если мы имеем в виду такую инновационность, вот система образования, во-первых, должна быть к ней готова. Она должна быть готова выпустить студентов, которые работают в такой экономике. То есть они уже подготовлены. А не так, выходишь из вуза, все, забываешь и учишься заново. Да. И вот инновационное образование, оно должно заключаться в том, что, во-первых, специалиста готовят для работы в инновационной экономике с такой производительностью труда. А с другой стороны, этот специалист должен получать заработную плату гораздо выше той, которая предлагается сейчас на рынке. Иначе какое это инновационное образование? Инновационный подход в системе образования, наверное, включает другой важный момент. Это технологии, которые мы сегодня имеем, онлайн-курсы, дистанционное обучение и так далее. Ну вот это серьезная, конечно, проблема. Как бы нам за технологиями новыми не пропустить именно вот то зерно, что в результате у нас должен получиться специалист совершенно другого уровня. То есть того уровня, который не очень представлен на рынке. Такой специалист, которого готовят единицы университетов сейчас в Российской Федерации, у которых нужно учиться, опыт которых нужно распространять. А то, что есть какие-то онлайн-технологии или, допустим, опыт обучения, когда дети не сидят за партами, а сидят, например, на ковре или свободно гуляют по классу. Или учат друг друга в парах, или разговаривают с учителем, учат учителя. То есть, ну вот весь этот опыт, он, конечно, замечательный, но вот нам надо не пропустить то зерно, что у нас меняется совершенно экономика в стране, в мире. Вы куратор кластера высшее образование, которому в последнее время много разных претензий, как со стороны учеников, родителей учеников, да и министерства образования. Скажите, пожалуйста, наверняка эта тема тоже обсуждалась, как улучшить высшее образование в России. В каких тонах шла дискуссия на эту тему? В очень спокойных тонах, потому что у нас были представители вузов, которые, опять-таки, честно могут друг с другом, глядя в глаза, поговорить о всех проблемах, которые есть в системе образования. Они прекрасно всем видны. Вузы не должны, с одной стороны, превратиться в торговцев дипломами, да, просто морозе абитуриента, студента, выпускника в течение пяти лет. С другой стороны, вуз не должен превращаться в колледж, выполняя потребности тех предприятий, которые уже существуют на рынке. Потому что, в общем-то, эти потребности не амбициозны. Предприятия хотят получить средний уровень юристов, средний уровень специалистов, средний уровень экономистов, средний уровень инженеров, которые не делают погоду сейчас в экономике страны. То есть, соответственно, вузы, в принципе, должны начать готовить людей совершенно новых, которые не представлены на рынке, способных создавать предприятия. По сути дела, это новый производительный класс, который по ошибке у нас называют креативным, переводя кальку, креатив-класс из работы Ричарда Флорида. Но это тот класс, который сейчас создает наибольший капитал в экономике. Другой вопрос. Готовы ли российская экономика к этому? Потому что она требует тоже модернизации и перезагрузки, о которой фактически и говорилось в рамках салона образования. Ну, видите, как мы с вами пришли к такой экосистеме, от которой... И определились, с чего же состоит новая экосистема образования. Внутри которой все, собственно, взаимосвязано. При завершении нашей беседы, как вы считаете, вот по практике прошлых лет, подобный образовательный салон, он имеет влияние на образовательную систему страны? Я думаю, что огромное. То есть в салоне, как в зеркале, отпечатывается вся образовательная система страны. И если мы утром просыпаемся, смотрим на себя в зеркало, вот в этот момент мы можем принять какие-то решения, там, побриться или... И, кстати, именно утром мы видим основные изъяны. И в том числе, наверное, в системе образования, раз уж такое сравнение, в коротко эти изъяны обозначим. Что сегодня основная проблема для образовательной системы? Главная проблема современного образования в России заключается в том, что она до сих пор находится в руках государства. То есть, в принципе, это остатки той социалистической экономики, которая, в общем-то, была выстроена в 20-е годы, когда, я вам могу даже фамилию назвать, заместитель председателя Госплана Станислав Густавич Струмилин дал отчет в ЦК, в КПБ, о том, что проведенные исследования показывают, что если мы образуем рабочих заводов, то производительность труда вырастет, по-моему, в 46 раз. Ну, значит, он дал обыставание, для экономики это было очень выгодно, была построена сеть общеобразовательных школ, рабфаков и так далее. Но, к сожалению, вот если мы посмотрим статистику, в 30-м годах ситуация не слишком изменилась, и государство выступило здесь таким инвестором в образование, вложило очень много денег, рассчитывая на быструю прибыль, но там получились какие-то изъяны, я думаю, в статистических и социологических исследованиях, которые производились в те годы. Государство не должно быть инвестором в образование. То есть, социалистическая практика бесплатного образования, которая сложилась после коммунистического манифеста Карла Маркса, который был принят еще в 19 веке, показывает, что когда, например, Соединенные Штаты перешли на финансирование и на государственные школы, резко упал уровень образования. В принципе, должны быть, мы считаем, ну вот я считаю, во всяком случае, сети школ, сети университетов, которые сохраняют внутри себя научные школы и готовят узких специалистов. Но единая подготовка одинаковых людей для страны очень чревата тем, что потом эти люди не могут вступить друг с другом в кооперацию. Оказывается, что они знают одно и то же, умеют одно и то же. И вот это разнообразие, которое позволяет людям быть друг другу полезными и выстраивать такие цепочки деятельности, оно исчезает. Ну, одним словом, образование без шаблона и инновации, о которых мы сегодня говорили. Конечно, образовательная система страны, которая складывалась еще в советские времена, она действительно неподвижна и требует встряски, которые и устраивают подобные мероприятия, такие как Международный образовательный салон, который уже который год проходит в Москве. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо. Мы беседовали с Максимом Асовским, куратором кластера Высшее образование Московского международного салона образования. А наш эфир продолжит рубрика «Цифровой формат». Сегодня Ангелина Грохольская.